приветствую друзья с вами палыч на канале самый клёвый приехали с другом на рыбалку вдвоем у нас товарищ один не смог, слился, вчера рыбачил, сегодня не поехал, а мы сегодня с Артёмом, он переодевается на рыбалку приехали ловить леща, леща говорю, берша, но я взял червей, может и леща положу, как получится сегодня холодно, погода минус 22-24, но ветра пока нет, так что думаю не так холодно будет, но мы как бы не очень-то боимся холода, тем более рыбалка скорее всего будет ходовая поэтому не зацветим народу вы как посмотрите, видите, стоянка, никого нету, вот одна машина, вот вторая машина и вот третья машина, может еще рано, но засветает, засветает, вот видите, люди испугались холода не приехали, но мы будем рыбачить всем привет, мы не испугались холода, мы не испугались надеюсь будет хорошая рыба надеюсь, мешать, главное, никто не будет ну ладно, третьим все, уж на льду дошел до места, отдох себе километра, три с половиной нашел, да еще на середину русла от берега отошел, по снегу сантиметров 20 проваливаешься, идешь устаешь Артем остался вон там, левее, возле берега, ищет леща, возможно там лещ стоит, по информации, может там будет лещ, значит там и судак будет, а я специально прошел в судак, сейчас посмотрю, что здесь творится сейчас отдохну, и буду бурить, время 20.09, но время еще есть, самое то что буду, сейчас пробурю одну лунку, посмотрю, что здесь, сперва закину удочку на берша, попробую подогнить берша если берш не будет отзываться, буду бурить, вот в ту сторону пойду, в ту сторону пойду, буду идти на ту точку в судаковскую, которую рыбачили на прошлой рыбалке буду искать судака там, буду рыбачить на ратеньке, но пока берш, все, начинаю разбуриваться ни чешуи, как говорится, ни хвоста, может что-то и получится, будем рыбачить, хотя холодно, посмотрите, это я сейчас потел холодно, холодно пока от камеры возился, она явно уже съели тюльку ох, холодно-то как, а не вызываться тем, показывает сейчас я, наконец-то я взял берша, полтора часа рыбачил, ноль подъемы были, вот такого берша взял, грамм наверное на 400, клюнул снизу, поднялся, очень четко взял рыбачил, рыбачил вот на багет, пытался ловить судака, но белье пока не можем найти Артем, вот куда далеко он шел а я вот пока вот здесь решил обосноваться, половить немножко берша, может и судак еще выйдет но ничего, холодно очень, остывает все, ну вот пока рыбачу, ладно, буду рыбачить ловлю вот на такую вот мормышечку, видите, да вот такая мормышечка, обратите внимание ну ладно, будем рыбачить но все, настроение поднялось, главное подъем, подъем поймал второго, только что вот, буквально 10 минут не прошло, взял вот такого, даже приятно, чуть поменьше этого но я рад, доволен, взял где-то на метре, чуть даже выше, снизу, выстрелил прямо и хватанул капитально ну приятно, когда такие поклевки, здесь морозно, но ловится плохо, что не судачок, но вершей тоже приятно таких половить ладно, вот уже от нуля, от болта ушел, уже приятно вот, рыбачим дальше, не знаю, надо позвонить Артему, но он ушел, видимо, на свою точку, там где судаков ловил, я пока без шеи то ловлю рыбачим ай да, ай да, давай, давай ой, молодец, красавица вот это рыбалка ай да, давай, давай ай да ай да а а и а а о молодец как танцует на рыбалке класс надо рыбачить ну как мысли всякие прочь прочь рыбачив жалею что ушел с того места где поймал двух бершей а ушел в метр сны на 500 всех как бы искал место ямочку и как бы заветную лунку но не получилось правда говорят нашел берша лови не спеша был там берш надо было подождать немножко и половить там вот эта беготня на берша она на как бы результат не дает на судака другое дело на судакам надо ходить конечно это ходовая рыбалка а берш это другое но сегодня у меня на судака опять не получилось потому что но не клюет судак чтобы зря времени терять вот я решил половить берша не знаю артем поймал не говорить пока даже подъемов нет время половина второго еще два с половиной часа рыбачи до 4 будем рыбачить поэтому скорее всего наверно сейчас соберусь здесь и вернусь на на те лунки это ближе к берегу где берш клевал но после двух часов у берша второй выход должен быть здесь вот в узбельске куда мы приехали берш клюет с 9 до 11 и потом до 12 так себе потом у него перерыв до двух часов и двух часов начинает клевать до половины четвертого не больше иногда даже до трех часов и и потому тут уже можно не защитиваться если до бершом приехали можно домой собираться но это это из опыта моих рыбалок я не знаю как и других поэтому я не сказываю только твой свое мнение свой опыт поэтому прислушиваться вам или не прислушиваться вам решать но нету подъема вот задерживаюсь на каждой лунке по по 10-15 минут уже мормышку сейчас поменял поставил вольфрамовую такого медного медного цвета под золото немножко и тоже пока 0 0 тяга то есть то нету приходится постоянно датчик подстраивать ну у нас может через неделю уже холода уйдут погода устаканится но там уже глухозимье начинается я правда не верю в это глухозимье который вот на для реки кама глухозимье но не существует это на закрытых таких водоемах как водохранилище либо прудах там возможно на камень нет здесь все зависит от опыта мастерства и от погодных условий как говорится поэтому я противник глухозимье вот не знаю собер очень хочется мне порыбачить снова на окуне если на ту рыбалку и очень пожалел что не взял с собой мотыля брат даже мне написал говорит олег ты чё делаешь забыл как рыбачить что мормышку голодого цвета и мотыль и рыбачить ловить окунька наверное поймал бы килограммов 5 так потому что подъема было очень много ну вот если соберусь поеду возьму палатку найду лунку заветную где подъемом побольше здесь прикормлю немножко мотыля и буду полавливать хочется просто небольших но потаскать удалось ее получить но там окунькин проскакивают хорошие может быть на мормышку и до килограмма помыть потому что я твоей жизни ловил на мормышку такую брат вот скажет не даст соврать что я ловил таких окуней поэтому если поеду обязательно покажу желание большое есть но сейчас я сейчас буду собираться еще таки буду переходить на ту лунку я ловил давайте просто здесь ничего не клюет время первый час поклёва больше нету два подъема видел лунок 10 уже сменил 8 морозы по ходу прячется бирж и судак артём у меня нашел там он наверно километр меня рыбачит нашел там стаю леща но даже подъемов нету да странная рыба я рыбачу на глубине 10 и 11 метров примерно шевеление на дне есть вот я говорю вот на эту лунку сейчас перешел два подъема небольших такие были одна и все пока больше не клюет но время уже первый час скорая рыбалка закончится ну я принципе двух поймал мне уже приятно рыбалка состоялась камера у меня застыла снимаю только на телефон эксен камеры у меня пока нету который вы выдерживал мороз очень плохо но где эта рыбка здесь в этой локации я посмотрел по пупкам и по течению как бы все отлично рыба должна стоять рыба должна клевать вот но видите не активная рыба ладно еще рыбачим посмотрим что будет дальше вот таких двух сегодня поймал и пока не клюет но и то приятно здорово сразу застыли температура минус 27 сами понимаете городе наверно минус 22 на речке минус 27 но вот такие вот ладно это приятно дальше по колонне кстати перешел на то место где где этих двух поймал но пока тишина вот буквально минут пять порыбачил вот подъем хороший подъем 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 тяжеленький погиб баль длина заведу DER bra нужно наживку плохо зацепил походу . Блин, опять был подход сейчас, зараза, опять идет 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 Не съел что ли? Блин, а Съел походу, ах, ушел вниз, значит съел Кто право сдал? Ну, один и тот же по-моему Эх, ну ладно Рядышком отходит Сейчас еще раз проводку проведу снизу, если не возьмет Опять идет Неужели что ли? Опять вниз ушел, но скорее всего это ел Так, надо срочно менять Пока он тут Ну ладно, хоть подходы снова начались Вот Жалко не вытащил, да? Съел Эх То и подходит Поклевка-то была хорошая Несколько раз подошел сейчас А что там Нету Клевать точно не может Ах Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Наверное сейчас уйдет в сторону Ну, он клювал он, один и тот же Хотя я его тащил у кого не побоялся я посмотрим может быть еще возьмет если далеко не ушел надо было сразу поменять подъемчики были неплохие подъемчики были неплохие ну давай вот посмотрите посмотрите ну вот посмотрите вот на этого бедстволочь еще одного бедстволочь который вон там рыбачит приехали на рыбалку в мороз никого нету только мы вдвоем рыбачим на такой локации где-то именно суббота смешно и рыба не ловится и где сны и женится на пересла ношим до дураким ну ладно все дома такие дни усидели ладно будем рыбачить дальше вот у меня человек уже ушел на береге там сидит отдыхает ждет меня время третий сейчас я еще не хочу уходить но посмотрю может до попсерта порыбачил ну вот до 3 до 4 закрывать не будут тоже будут собираться поедем домой но все равно в любом случае удовольствие сегодня я снова получил если есть у вас возможность выезжайте на рыбалку потому что на рыбалке отдыхаешь душой телом устаешь а телом можно дома отдыхнуть главное душа а если душа отдыхает но и доброта в душе сам добрым становишься людям добро не чёшь это самое главное я за такое давайте оставайтесь со мной на канале даже если не ловлюся но смотрите слушайте чего я тут болтаю бывает что-то интересно бывает так просто болтаю ну мы вот шучу иногда бывает но как на рыбалках без шутки и наверно видели в начале до девушку танцующие красивая шутка но приятно приятно не кому приятная на она потанцевал а девушка до красивая ладно рыбачи дальше подписывайтесь на мой канал поддержите меня ставьте лайки пишите комментарии мне будет очень приятно но и конечно вы своими лайками комментариями поддержите мой канал который будет продвигаться значит я буду вас радовать дальше своими видео и анекдотами и своими шнами такими эпизодами как вот белым медведем и как это девушкой ну что продолжать я думаю что всем интересно вдруг уже не включусь то могу и пока на сегодня сказать пока пока но может быть еще и включусь ну все че я его колол шоу 5 середини на дня нету и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok